здравствуйте меня зовут алексей я хотел бы сделать видео названием христианство вкратце минимум я как его понимаю как я веру и что я изучаю из библии что вижу из библии и конечно если что-то не то сказал то напишите в комментах и я в америке уже много лет живую уже забываю русский язык так что если буду медленно читать или плохо читать извиняюсь плюс у меня это тройки и иногда не двойки не было тройки и четверки это по-русскому и по литературе были так что извиняюсь вперед уже на одном первое что надо знать что в адаме когда вот адам его съели фрукт не знаю что там было по бананами яблоко решишь другом когда съели фрукт познали добро и зло было познание но в тот момент водами все рождение грешниками под контролем сатаны и деть дитями гнева божьего это после падения эфессиан эфессианом первая глава 2 глава 1 до 3 стиха и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего в воздухе духа действующая ныне в сынах против противления противления между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям исполняя желание плоти и помыслов и были по природе чадами гнева как и прочие как говорится это что с рождением же человек грешен грешный грешник и под контролем сатаны некоторые вот просто знаете вот здесь конечно разные например моменты например можно например я помню в британии где-то там там два или три ребенка убили зверски маленького ребенка там два или три года и в россии по моему тоже случается такое что типа о какие это дети сатаны но с другой стороны это без разницы как говорится какой там он либо не послушается родителям либо там как бы просто так тихонько живет но если он не христианин он уже под властью сатаны и грешник по натуре потому что водами все стали грешниками во христе все верующие христиане стали праведниками так что такой как бы баланс что либо ты вот водами грешник либо ты во христе праведник дальше от иоанна 336 верующие в сына имеет жизнь вечную а не верующие в сына не увидит жизнь но гнев божий пребывает на нем что гнев уже позже с на с рождения прибывает на человеке и конечно вы бы хотели спросить почему почитаем дальше с рождению всех всех сердце злое очень наши мы так иногда знаете смертью например ради дети так там игрушку все хотя там это то например даже и у верующих это дети при верующие христиане привели детей своих маленьких они там кричат шалят во время это служение проповеди потому что у ребенку ребенку не интересно как говорится о боге узнать о христе ему более поиграться интересно интересно что как говорится сейчас прочитаем бытие 8 глава 25 первый стих и обнял обнял господь при приятное благоухание и сказал господь в сердце своем не буду больше проклинать землю за человека потому что помышление человека сердце человеческого помышление сердце человеческого зло от юность юности его заметьте помышление сердце человеческого зло от юности его и не буду больше поражать всего живущего, как я сказал. Это после ковчега Ноева Бог это говорит, он тоже похоже сказал, до уничтожения всех людей, кроме Ноя и его семьи. Дальше, Яромая 17.9 Лукавость сердца человеческого, более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Это я вот помню американская песня такая Listen to your heart. Это оказывается, переводится, слушайте свое сердце. А слушать свое сердце, это сердце же лукавое, ложь, грязь, грех. первая главная заповедь, не первая вот из десяти, имеется Иисуса Иисуса спросили, какая самая важная заповедь. И он сказал, возлюби Бога всем сердцем, всем умом. И, ну, интересно, все, как говорится, мы с рождения люди человеческие не возлюбили Бога всем сердцем, наоборот, по мысли сердца человеческого, это зло от юности его. Иисус сказал, далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, все это зло исходит изнутри исходит и оскверняет человека, что чем больше из сердца это все исходит, то более и более человек будет злым, как говорится, все до Христа, точнее, если вы христианина, слышите это, одно время ты ненавидел Бога, но пришел момент, когда ты уверовал, потому что Бог дал тебе новое сердце и ты возлюбил его сердцем своим, а до того всех людей из сердца только думает о зле, ненависти к Богу, ну, иногда не любовь к ближним, но мы это еще об этом поговорим, но имеется ввиду, что сердце человеческое это вот исходят злые помыслы, вот такой человек по натуре, так сказал Господь, дальше, Бог показывает свою силу и гнев, Римляна 9 глава 22 стих, что же, если Бог желая показать гнев и явить могущество свое, с великом долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, что Бог показывает свой гнев и показывает свое могущество, силу или силу, вот римляне 1 глава 18 стих, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестивое и неправедное неправду человеков, подавлющие истину неправдой, что если подумать все люди неправедны, все люди грешны, и Бог открывает гнев свой с неба, как же он открывает? Давайте посмотрим продолжение времени 1 глава 25 стих до 27 они занимались заменили истину Божию лжою и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благовествовал веки, аминь, потому предал их Бог по стыдному страсти женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Так говорится, Бог предал домосексуализму можно так сказать вкратце и заметьте, Бог предал их постыдным страсти из-за чего потому что они служили творению нежели творцу. Например, некоторые люди как будто у них живот я вот заметил не знаю как в России а вот в США многие вот эти гомосексуалисты или лесбиянки у них животных выше крыши все бродит здесь. Конечно это неплохо иметь животного но когда например люди там одевают животное там это первоклассную еду там это вообще в своей жизни нету вообще там это как говорится все это как говорится жилье уже там уничтожено можно сказать животными это видно что сразу что как говорится они служат творению животному своему нежели творцу но это конечно не все это но как говорится иногда такое есть что бог так знаешь это показывает свой гнев таким образом что вообще у человека крыша полностью едет как этот набоконезер это он сказал ой я построил там все и там бам тот кушал это как корова траву так что бог может такой гнев показать что трудно даже неверующим понять а почему так человек себя ведет потому что бог гнев свой показывает кроме наводнений там пожаров разного рода там даже армию наведет на какую нибудь страну так что бог умеет показывать свой гнев и свою ярость и свою мощь так что как говорится видно что что бог делает даже сейчас дальше без веры человек может только грешить и закон дан Моисею что люди увидеть чтобы люди увидели неправильно писал увидели что они грешники как говорится давайте прочитаем римляне 2 глава 12 стих то кто не имея закона согрешили вне закона и погибли а те которые под законом согрешили и по закону осудятся и конечно же там говорится все согрешили перед богом далее римляне 14 глава 23 стих а сам мне сомневающиеся если есть есть осуждается потому что не поверь а все что не поверь грех заметив все что не поверь грех без разницы там ты алкоголик или не алкоголик ты там куришь или не куришь ты там это как говорится в браке живешь или не в браке живешь это все равно если ты не христианин ты только делаешь грех евреям 11 глава 6 стих и без веры угодить богу невозможно а без веры веры угодить богу невозможно ибо надо надо нам чтобы приход приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его возможно воздает 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 опять же да эти там я вот когда еще первый раз христианин ну еще как бы трудно еще трудно понять что сам еще изучал думал хорошие делами делами человек может быть откупиться нет никакими хорошими делами перед богом не откупиться во первых бог все дает даже неверующим даже как бы таким богохольником например как дональд шамп вообще ужас человек богохольник но все равно бог ему дает силу бог дает ему ца как говорится быть президентом сша ну пока еще это 1900 1000 точнее 2019 год кончается скоро уже 2020 как говорится еще посмотрим но без разницы давно баконезер наху набух и доносер бог ему дал такую силу бог ему бог его озолотил даже те которые не верят и богохолит бога так что но как говорится этими вещами хорошими делами невозможно подкупить бога чтобы войти в рай там сколько ты там например вот это мать тереза католичка была пыталась спастись своими хорошими делами но нет она сейчас в аду горит потому что без веры угодить богу невозможно а у ней была уже вера дальше главное понять главное качество смотрю в старом завете новом завете это что бог святой что он свят откровение 8 4 4 глава 8 стих и каждый из четырех животных имела имела по шести крыл крыл вокруг а внутри они испытаны очей и ни днем ни ночью не имея покоя вызывая свят 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 господь бог вседержитель который был есть и грядет свят это уникально как говорится даже с богом нельзя сравнить никакое создание некоторые даже святую троицу там пытаются объяснить там это замерзная вода там обыкновенная вода и пар нет нельзя сравнивать это либо бог открывает либо нет как говорится некоторые вещи святость бога это знаешь это просто несравнимо ни с чем в этом мире продолжаем бог царь ада откровение двадцатая глава с девятого по шестнадцатого пятнадцатого стиха и не спа не спал это уже вот второе пришествие я вот считаю что мы уже в тысячелетнем царстве божьем сейчас но царствие божие это духовное царство иисус сказал мое мое царство не от этого мира если бы был от этого мира мои рабы дрались бы то мое царство не от этого мира это духовное царство понятие слова божьего и более более приходить в духе святом это вкратце это вкратце ну давайте сейчас прочту откровение 20 глава с 9 до 15 стиха и не спал огонь с неба от бога и пожрал их и дьявол прельщавы их вверх вержен вержен очень очару озеро огненное и серное где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь В веки веков. И увидел я великое былое престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось их места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги открыты были, и иная книга открыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанию, написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в нем. И судим был каждый по своим делам, и смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Заметьте, что дьявол, зверь и лжепророк, они были брошены в озеро и тоже с людьми, где все мучаются от гнева Божия. Все мучаются от его огня, гнева, вечного, бесконечного. Целый день и целую ночь все люди там мучаются, страдают за свои грехи. Дальше. «Но Бог послал Сына Своего, чтобы спасти верующих в Него». От Иоанна 3, 16 до 18. «Ибо так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спас был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божьего». Заметьте, что «Ибо так возлюбил, каким образом Бог возлюбил этот мир, что послал Сына Своего Единородного, как говорится, что дабы всякий верующий в Него не погиб, надо верить в Иисуса Христа, чтобы спастись. А если человек, как говорится, все вначале неверующие, а потом сует верующими, но если уже человек неверующий, он уже осужден, уже приговор, уже подписан, так работает суд Божий. Кто уверовал в Иисуса Христа, тот спасется, а кто не уверовал, уже осужден, приговор уже подписан. Все. Дальше. Римлянам 5 глава с 8 до 11 стиха. «Но Бог свою любовь к нам показал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему так более ныне, будучи оправданными кровью Его, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Своего, то тем более примирились с спасением жизни Его. И не довольны всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Что мы были врагами, мы были грешниками, но Бог доказал свою любовь к людям, конечно, кто уверует в Иисуса Христа, что мы будем спасены через Его смерть, потому что мы заслужим вечную смерть, каждый человек. Но за то, что Сын Единородный, Сын Божий умер под гневом Божьим, мы спасаемся от гнева Божьего, если человек уверует в Иисуса Христа. И это любовь, что Иисус Христос умер за верующих. Дальше. Веровали, что Иисус Христос жил безгрешной жизнью, умер на кресте и воскресился из мертвых. Римлян, 10 глава, 8 стих. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности. А устами исповедуются ко спасению». Да. Что нет такого, что, знаешь, некоторые люди, ну я христианин, но об этом не говорю. Ну и все же, еще говорю, что если ты это, сейчас найдем. От Марка, что «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сим прелюбодеянным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет в славе отца своего со святыми ангелами». Что, как говорится, секретных агентов, как говорится, секретные агенты, которые не говорят, что, или говорят так, ну я христианин, но я не говорю о Христе, я пытаюсь, это личное, это личное. Нет такого, это не бывает. Это уже христианин получается, если он так всегда живет так. Петр сделал так, а потом покаялся. Такого постоянного до конца своей жизни не бывает. Настоящий христианин тоже воскрес из мертвых. Я опять же говорю, что Эфициант 2 глава, там 1 до 3 стиха, что мы мертвы духовно пред Богом, что сердце наше только думает о зле. Мы ненавидим настоящего Бога, мы не думаем о Нем, мы не славим Его. Но настоящий христианин тоже воскрес из мертвых. И крещение – это просто символ возрождения или воскрешения из духовно мертвого в жизнь во Христе, иметь жизнь во Христе. Римляне 6 глава, с 1 по 4 стиха. Что же, скажем, оставляться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Но неужели не знаете, что все мы крестились во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что, говорится, если человек заново рожден, то он грешит, не хочет, у него новая природа, новая дух в нем. Но, ну, наш дух есть дух Божий. И, конечно, дух Божий, как говорится, заставляет наш дух делать волю его. И, конечно, это я не говорю, конечно, мы все, христиане все равно грешат, но они не хотят грешить, они не будут жить во грехе всю свою оставшуюся жизнь. Например, да, как говорится, вот, крещение это только для верующих. Зачем, я не понимаю, детей крестят, я с некоторыми вот этими католиками, с пресвятерянами, по-моему, с русской православной церкви еще про этот вопрос не говорил, но не говорил с ними, но детей, младенцев крестить не надо, потому что человек, опять же, родился грешником, чадом гнева, под игом сатаны, и пока в нем веры не будет, то, ну, вода это просто, ну, в душ зайти или в ванну окунуться, то же самое. Ничего не будет. Это просто, если у человека вера есть, он показывает свою веру, что он возродился, возродился заново, Бог его, точнее, возродил заново, Бог. И, как говорится, и так он, и потому что он любит Бога и хочет повиноваться ему, из-за этого он крестится. И вот в воде Духа Святого нету, это только в верующих людях. Дальше. Галатам, 5 глава, с 17 до 23 стиха. Ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота. Ну, не имеется в виду, там это нечистота, это говорится, нечистота, а разная греховная деятельность. Непотребство, идолослужение, вот иконам поклоняться, это идолослужение. Вот в православном церкви, представьте, вот там некоторые попы эти, как их, я их это называю, волками сатанинскими. Вот это православные эти попы, там блудят. Но интересно то, что временем на первая глава, если помните, они иконам или идолам поклоняются, служат созданию, нежели создателю. И из-за этого Бог их отдает блуду, там они там с мальчиками маленькими, девочками маленькими, блудом занимаются, насилуют, все такое. Волшебство. Ну, в Америке тоже некоторые христиане там Хэллоуин отмечают, это можно сказать. Вражда, конечно, как говорится, вражда с кем? Потому что мы еще к этому вопросу вернемся. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предвалю, предвалаю, предваляю вас, как и прежде, предварял, что предупреждал, наверное, предупреждал, это более, как говорится, правильное слово в 21 веке. Предупреждал вас, как и прежде, предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа, Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, Благодать, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание. На таких нет закона, что верующий понимает, что есть грех и понимает, что есть добро. И некоторые, знаете, я вот не люблю, когда некоторые проповедники там, вот ты борешься против греха. И Иисус, как бы, этот тренер твой там помогает, чтобы ты его победил. Нет. Этот Дух Божий борется с твоей плотью грешной. Потому что грешная плоть, это еще остаток греха очень большой даже в верующем человеке. И Дух Святой борет христианскую плоть. И, конечно, да, все грешим, но Дух Святой будет более и более превращать человека в Иисуса Христа. Но, конечно, в этом мире никто не может оставаться безгрешным. Только в следующем мире Бог дает новое тело, и тогда человек, точнее, тогда христианин, кто по-настоящему веровал в Иисуса Христа, тот будет поклоняться Богу в новом теле, в совершенстве, как ему нужно. Дальше. Второе послание Петра, первая глава с третьего до восьмого стиха. Как тоже божественные силы Его даровны нам всем, потребное для жизни и благочестия через познание призванного нас славою и благостью. Благостью, которые дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них содержались причастниками Божьего естества, уделавшие от господинствующего в мире растление плотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестие, в братолюбии, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не оставляетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Что, как говорится, умножается, заметьте, не просто там хорошие дела, просто братолюбие, благочестие, терпение, рассудительность. Знаете, вот некоторые, не знаю, как в Америке, точнее в России, но в США есть, вообще рассудительность имеется в виду в духовных делах. Некоторые просто им все равно, что там Писание учит о Боге, главное там какое-нибудь хорошее дело сделать. Вечная жизнь состоит в чем? В познании Бога и рассудительности. Надо иногда отличать, кто брат, а кто волк, кто овца, а кто козел. Думать надо и рассуждать, так что, как говорится, все вместе, все в одном флаконе идет. И любовь, и братолюбие, и благочестие, и рассудительность, и все остальное. Дальше. Евреям, 12 глава, 6 по 8 стих. «Ибо Господь, кто любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сыновьями. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же оставляетесь без наказания, которого всем вообще, то вы незаконные дети, а не сыны». Что если вы настоящие дети Божьи, то он вас бьет, пока вы не покаетесь в чем-нибудь. Я помню, думал, там это с одной девушкой поговорить, которая была очень, как говорится, знатно за, как говорится, направо-налево гуляла. И, как говорится, Бог ногу сломал, я помню, бегал там, я что-то в армии-то еще было. Ногу сломал, все, сразу, романс отбит. Так что, если вы без наказания, если, например, человек называет себя христианином, и, как говорится, там, сам спит направо-налево, и Бог его не наказывает, ну, там, не тянет к себе, а он более-более все гуляет, ничего с ним не происходит, то это имеется в виду в Новом Завете, может, в Старом Завете там другие правила были. Но в Новом Завете, что если человек верующий, то, как говорится, он долго жить в некоторых грехах однозначно не будет. Например, вот там, где-то, идолослужение, там, православные. Если он заново родился, то он уйдет из православия, там, католицизма, еще, там, ну, многие, там, мармонизм, яговы эти, как их, там, ну, многие, если человек заново родился, то он уйдет из лже-религии, лже-христианства, скажем так, или лже-путя, даже вот живет, если он даже в хорошую церковь ведет, и там сам гуляет, но Бог его накажет, даже не надо там, ну, конечно, иногда людей использует Бог, это пошлет кого-то, чтобы сказать пару слов, но Бог, говорится, если сын его, то он его накажет и, как говорится, будет наказывать, пока он не покается, а если без, незаконный, как говорится, ребенок, то, как говорится, гуляй, Вася, дальше. Часто христианство, это не семейная религия, написал. Часто христианство, это не семейная религия. Сейчас прочитаю от Матфея, 10 глава, с 34 стиха до 38, потом Матфей, 12 глава, с 46 до 50 стиха. Матфей, 10 глава, 34 до 38. Не думайте, что я пришел принести мир на земле, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со сверхкровью ее и враги человеку, домашней его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет крест своего и следует за мною, тот не достоин меня. Что, говорится, очень часто будут враги в доме из-за настоящего христианства. Если очень редко, как говорится, в настоящем христианстве все, как бы, христиане, очень редко бивают. Кстати, если, например, у отца сын, дочери, его жена христиане, то это одно из, как его, одной из многих ступень, чтобы стать пастырем или старечной в церкви. Так что, как говорится, но во многих случаях, что-либо там, если, например, отец христианин, а сын не христианин. Если там мать христианка, а ее дочь не христианка, будут проблемы. И опять же, Исю сказал, не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Дальше. От Матфея, 12 глава, 46 до 50 стиха. Когда же они еще говорили к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорящему, кто, матерь моя, и кто, братья мои. И указав рукою свою на ученика своих, сказал, вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Что, как говорится, христиане, как говорится, это как бы семья должна быть. Вот это христиане, как говорится, это вторая духовная семья. Когда заново родился, вот, поздравляю, ты христианин и твои братья и сестры во Христе. Если, конечно, они делают волю Божью, потому что некоторые называют себя христианинами, но не оказываются детьми Божьими. И последнее, это спасение Ефесянам, вторая глава, с 8 до 10 стиха. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданы в Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог подназначил нам исполнять. Заметьте, что человек не спасен, потому что он хорошие дела творит. Он спасен, потому что Бог решил дать ему этот дар, дар веры, и это благодать. Все, что Бог делает, делает для верующего, это благодать. Человек, например, желание даже до веры прочитать Библию самому, это благодать Божия. Вера сама, это благодать Божия. Хорошие, вот, заметьте, созданы в Христе Иисусе на добрые дела. Тоже, вот, которые Бог предназначил нам исполнить, что Бог, вот, хорошие дела, например, если ты верующий, крестись во имя Отца и Сына Святого Духа, это доброе дело. Но дело доброе, заметьте, но дело, смотрите, Иисе не от вас Божий дар, не от дел. Человек спастись не может хорошими делами, например, вот, ой, ну, я крещусь, и Бог меня спасет. Нет, Он не будет спасать тебя, как бы, Он на твои дела смотрит с презрением, это гнев, наоборот, вызывает. Ты не можешь подкупить Бога. Дела хорошие, добрые происходят, потому что ты уже спасен. Вот, кстати, вот, все письма Павла были написаны верующими, так что, как говорится, он там, побуждайте друг друга на хорошие дела, это кому говорится, верующим. Так что, все, если вопросы есть, пишите, надеюсь, поняли, надеюсь, если вы не верующий, то вы уверуете, сначала поймете, что вы грешник, и что Иисус Христос жил безгрешную жизнью, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых, и сейчас Он командует всем, чтобы покаялись, имеется в виду, поменяли свой мозг, подсознание, и уверовали, что Он сделал. Все, до свидания.